Так получилось, что мы, ребята из Стрелы, активно выступаем на вашем турнире, на короле партера. И мне пришла в голову идея, что надо просто людей знакомить друг с другом, потому что они пересекаются только на Сарелах. Мужиков – во, а у баб – во. И я решил, почему бы нам всем не собраться, не познакомиться друг с другом, не породиться, не получить удовольствие от процесса. Анастасия, где мы? Мы на режимном объекте каком-то, я так понимаю, или специальном объекте, или что-то такое. Закрытое акционерное общество, то есть туда без ключей не попасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас все широко, всякое необходимо, чтобы уши откачивать поломанные. Вот здесь ты переодеваешься, а вот здесь ты сразу выходишь в зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы планировали раздевалку, исходя из процентного соотношения, как бы, женщин ближе и мужчин. Поэтому у мужиков – во, а у баб – во. Там у них туалет, душевая, чем там они еще занимаются. Есть видеокамер наблюдения? У нас нет камер наблюдения. У нас даже ресепшена нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вспоминая середину 90-х годов, именно вот в таких вот предбанниках с потертыми кожаными диванами, с кафелем, решались какие-то глобальные вопросы в федерациях дзюдо, бокса, любого регионального города. Вообще решались вопросы. Вот такие культовые места. Конечно, это конкретное место пока не пропитано такой атмосферой, но вполне может быть. Двумки, ботинки снимаем здесь, все тапки общековые. Здесь можно пользоваться, кто не взял. И в этом мы скуриваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гриша, иди сюда. Что такое? Покатили. А-а-а-а-а-а. Да, б***ь, покатили Вяткину. Это же травмоопасно. Да, б***ь. Ну ладно. Кати, кати ее. Главное колесо я покатил это на самом деле. Где не выкатите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центр космических технологий. Да-да, испытал он на себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вас испортил. Но здесь мы видим уголок творчества Михаила Панкова, его детские рисунки, по которым психологи и психиатры определяют изменения в его психологическом состоянии. Но если вы обратите внимание на рисунок вот этого вот клоуна с сигарой, на цветовую гамму, вы посмотрите, что Панков уже на том периоде, когда буквально сигары и цвет цилиндра напоминают о том, что пора бы черный. Пора бы черный. Мы точно не знаем, но есть такое предположение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это тот самый японский карп, который плывет против течения. Представляем карту, карту нашего полушария. Японский карп пытается нырнуть вверх, и его халует русский медведь. Мишанин, расскажи про этот иконостас. У нас есть ребята, которые не хранят медальки дома, в том числе я, которые приносят в зал. Из этого металлолома мы собрали вот такое вот украшение для зала. Вот, а здесь у нас командные места, наверное, с одного из лучших турниров, с короля Пантера. Ну и всякие грамоты. Благодарственное письмо Михаила Панкова от Законодательного собрания Карелии. Благодарственное письмо от командира Собра Булат. Что ты для них сделал до Карелии? Все. Вмешай. Сколько обычно вмешает твой зал человек? Слушай, а мы никогда не проводили тест на максимальную вместимость. Семинары мы всегда ограничивали здесь двадцатью человеками. Недавно мы вот дорошили ковер. Сегодня я как раз узнаю, что люди могут комфортно одновременно находиться на ковре. Вот человек, когда кимоно надевает, сразу каким-то спортивным становится. И не важно, что у него, грыжа в позвоночнике, язвы желудка, сердце больное. Спортсмен. Итак, ребят, спасибо всем, что пришли на совместную тренировку ребят из команды Титана и ребят из команды Стрела. Так получилось, что мы, ребята из Стрелы, активно выступаем на вашем турнире на Карелии Пантера. И мне пришла в голову идея, что надо просто людей знакомить друг с другом, потому что они пересекаются только в носоревах, там на тренировках они у себя не пересекаются. И получается, что комьюнити оно такое немножко, и люди себя скажут по своей команде и особо друг друга не знают. И я решил, почему бы нам всем не собраться, не познакомиться друг с другом, не породиться, да, не получить удовольствие от процесса. Поэтому, что я хочу. Мы сейчас покажем пару дырлов с Пашей, чтобы вы догрелись. После этого будут схватки. Пожалуйста, не берите людей из своего зала. Не надо их брать в дрилы и не надо их брать в пары бороться. Берите незнакомых людей. Мы здесь, чтобы пообщаться и познакомиться. Время борьбы не надо, пожалуйста, устраивать сегодня пи***ство, потому что это не день борьбы. Это просто тренировка, чтобы познакомились, поборолись, что-то попробовали. Так, Паш, ты хочешь мне сказать? Не знаю, что это давали. В принципе, просто круто, что много людей собралось. Я, честно говоря, не ожидал, но в целом всех очень рад видеть. Круто, что столько ребят собралось. Я очень рад, что в воскресенье в 10 утра действительно взрослые люди. После UFC. Такого, да, полубомбового. Соответственно, что, мы можем начинать. Так, давайте сразу же себе партнера выберите. Полового. Сейчас я отдам небольшой дрил на передвижение. Он достаточно простой. Там нет каких-то важных технических элементов, которые нужно точно повторять. Вам сейчас нужно просто будет подвигаться определенным образом. Это классный дрил для того, чтобы приучить себя правильным партнером. Все равно поднял ножки. Если вы будете между его ног, да, вы будете в плохой позиции. Если его ноги будут между ваших ног, то вы будете в плохой позиции, да? Когда я хочу пройти в гард, я хочу стоять на дистанции от его ноги, да, их контролировать. И я хочу занимать внешнюю сторону ноги, неважно какой. То есть я двигаюсь, он двигает ногами ножками. Я хочу вот занять внешнюю сторону ноги, вот я здесь. И просто начать смещаться, смещаться, заставлять его реагировать. После этого проходить гард. Да? То есть, чтобы пройти гард, я не хочу попасть между его ног. Я не хочу, чтобы его ноги зацепили мои ноги Все, что я хочу, я хочу двигаться, контролировать ножки В какой-то момент заходить с внешней стороны И поджимать, поджимать То есть я могу поджимать, руками блокировать Я могу блокировать ногами Я могу блокировать с помощью движения То есть наиболее яркий пример Это условный заход в макград Когда мы смещаемся, вот мы выиграли Внешнюю сторону ноги И дальше мы уже будем готовить проход То есть что сейчас делаем Нижний немножко двигает ножками То есть он не лежит вот так вот Немножко двигает ножками Верхний, да, каприалирует Двигается Занимает внешнюю сторону И еще поджимает, начинает заново Чтобы подвигались, погрелись Понятно? Работаем по времени, когда меняться я скажу По залу распределились Субтитры сделал DimaTorzok сейчас Паша покажет свое движение погреться, и мы начнем бороться хорошо, но сейчас, как Михаил до этого сказал, в плохом положении, когда он крючки все заправил здесь я подгибаю его в колени поплотнее, чтобы он не мог нормально функционировать ногами я должен снять один крючок сейчас, любой, в любую сторону, условно любой ногой, которая вам удобнее делать это мне удобнее левой начинать ноги, потому что я прохожу в правую сторону все время соответственно здесь я коленом подгибаю его голеностоп, на мысочек приподнимаюсь и вдавливаю его вниз и здесь не снимая давление с его голени, пяткой перешагиваю, и у меня стопа сразу уходит под дальнее бедро рядом к заднице, прям подставил, подставил и подсели, вот здесь подзагрузили его такая поза как шумо, да, спина прямая, здесь обязательно ножку можно на одной линии поставить здесь я делаю xps дальше, можно взять за материал, за штаны, если штаны, ну там условно ноги большие не получается найти материал, например, на там всегда успеваете, да, можно пробить просто рукой будет и вот этой ногой, соответственно я хочу поставить свою правую стопу за место левой, а левой сделать мах и перехожу в это положение, отсюда условно он начинает, ну пытаться сделать креветку, уйти в этот момент здесь есть несколько вариантов, я могу либо поймать его руку либо поставить просто ручку в пол, желательно под подмышку, чтобы когда я перешел на ту сторону у меня уже был такой, ну андрехук ножку подгибаю ноги подгибаем обязательно подкручиваем стопу, перешли можно здесь загрузить, подосесть мах ногой, переходим такой полуколен на животе здесь в тем движения стараемся сделать это побыстрее, естественно ножку вниз, можно так же заматерял, рука в пол перешли, сейчас чуть побыстрее покажу тем движения, в принципе когда он упирается ногой, не обязательно ногу прихватить, можно сразу перепрыгнуть на самом деле, потому что на него нога занята когда он толкается, вы в принципе ждете это движение понятно? все, ребят, поехали, работаем по времени когда менять, скажу после этого будут сладочные так теперь и Поменялись, Павли! Слушай, а ты сам бороться будешь? Да, буду. Ну что, мне дрилы, что ли, делать? Понимаешь, пупурный пояс пропускает разминку, коричневый пояс пропускает дрилы, черный пояс приходит на тренировку просто разорить своим присутствием. А поясы кто? Лохи всякие. Закончили! Мотаем пальцы, пьем воду, готовимся бороться. Напоминаю, что у нас цель сегодня получить удовольствие, познакомиться с людьми, покататься, поролиться, не надо зарубаться. Тем более через неделю соревнований многие из вас там встретятся друг с другом. Вообще расскажи историю своего карьерного роста. Пришел в зал и максимальный пояс, который мне дали, синий, как бы, все, весь карьерный рост. На выбор еще был оранжевый. Оранжевый, да, но он маленький просто, он не завязывался. Синий пояс по судействию? Да. Если рядом с вами борются тяжи, не важно, как они пояса, двигаются те, кто меньше весят. Ну просто потому, что логично, если на вас упадут тяжи, и вы меньше весят. Скорее всего травмируетесь вы, да? Если вы видите, что для заведения приема вам нужно, как бы, условно накатиться на другую пару, не надо делать такой прием. Старайтесь не запускать человека через весь карьер, потому что нас много и не надо парить друг от друга. Наша цель сегодня не травмироваться, кайфануть, поддержать ростика за щечку. Все, господа. Сплошные ограничения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто-то может спросить, почему я сейчас мокрый День борьбы же справедливый может воскликнуть Вау, Беляев, ты же не боролся сегодня? Да, не боролся